здравствуйте дорогие студенты и сегодняшняя тема лекции у нас моделирование с использованием булевых операций в 3d studio max основные вопросы сегодняшней лекции это основа булевых операций моделирование при помощи булевого объединения моделирование при помощи булевого титания создание вложенных обе булевых объектов редактирование булевого объекта основа булевых операций в 3d studio max предусмотрен 5 типов булевых операций это у нас union intersection substraction ab substraction ba и cut union это объединение результатом операции является объект который получается вследствие объединения двух исходных объектов при этом части объектов оказывающиеся внутри общего внесенного объема удаляется intersection это у нас пересечение полученный объект является результатом пересечения двух исходных объектов при этом части объектов оказывающиеся вне общего внутреннего объема удаляется substraction ab substraction ba это у нас вычитание ab и вычитание b а результатом является объект полученные посредством вычитания одного объекта из 2 все части которого отсекаются объемом первого и удаляются кат это вырезание полученный объект является результатом вырезания на поверхности первого объекта местах пересечения со вторым объектом соответствующих отверстий и проемов на примере у нас показан примеры применения различных типов булевых операций это у нас исходный объект потом union intersection subtraction a subtraction b и cut которую вы видите на экране это применение булевые объекты являются разновидностью составных объектов и поэтому принадлежат группе component object это у нас составные объекты из категории geometry на панели крит технология создания булевых объектов состоит из двух этапов предварительной подготовки исходных объектов и последующего применения к ним требуемой булевой операции причем перед применением последний один из исходных объектов обязательно должен быть выделен иначе операция буллин окажется недопустимой недоступной так сказать существует у нас несколько методов создания булевых объектов это у нас copy move instance и reference copy это у нас копия при создании булевого объекта сохраняется оригинал операнды b а move это у нас перенос при создании булевого объекта оригинал операнды b не сохраняется instance это у нас обрезать образец создаются буллин объект и одновременно сохраняется копия операнды b при изменении копию булевого объекта будет изменяться а при изменении булевого объекта будет меняется копия reference это у нас ссылка создается буллин объект и одновременно сохраняются копии b операнды если при этом изменится оригинал то буллин объект тоже изменится если же изменит буллин объект то оригинал при этом изменяться не будет потому что буллин объект у нас оригинал результат булевой операции не всегда оказывается удачным поэтому следует соблюдать ряд условий это у нас на условии исходные объекты должны пересекаться в к некоторой области пространства причем характер пересечения нужно тщательно отрегулировать в окнах проекции исходные объекты должны иметь достаточно количество сегментов и быть сглаженными иначе результат окажется слишком грубым или совсем не соответствующим заданному каркасы должны быть построены правильно грани совместно использующие ребро должны совместно использовать и две вершины а ребро можно совместно используется только двумя гранями для редактируемых сеток можно потребовать объединение совпадающих вершин вручную в режиме для примера попробуйте создать буллин операцию вычитания на примере трех пересекает пересекающих сфер да выделите центральную сферу на панели крит установите категорию объектов геометрия списке типов объектов укажите тип компонует обжект составные объекты и шелкните по кнопке буллин и установите операцию с абстракшн и и бей обратите внимание что в начальный момент оказывается определенным лишь оперант и потом только затем указывает укажите мышью самую большую и сфер в итоге сфера использованы в качестве операнда и и появится въемка если оперант б и был задан неправильно не следует сразу же вновь шелкать по кнопке пик оперант и и указывать другой объект потому что в таких ситуациях нужно сначала отметить предыдущий выбор операнда б командной анда и только потом сделать новый выбор это у нас показано на рисунке исходные сферы здесь виды и свитка пинк буллин на начальной стадии создания булевого объекта который выбран пинк оперант би мув результат первой булевой операции моделирование при помощи булевого объединения как правильно булевое объединение используется в отношениях объектов которые должен должны выглядеть сплошным то есть их поверхности всегда закрыта а внутренняя структура для сцены не актуально булевое объединение позволяет избавиться от видимости соединения объектов между собой и полезно в тех случаях когда пересечение видимо если же пересечение двух объектов скрыто то в применении булевого операция объединения нет необходимости для примера попробуем последовательно объединить три стандартных примитива две сферы и цилиндр форму гантелей создайте исходные объекты и разместите их по отношению друг другу нужным образом выделите цилиндр активируйте булевую операцию union для определения операнды би и шелкните по кнопке пик оперант би а затем укажите мышу одну из сфер в итоге цилиндр и сфера станут единым объектом выделите объединенный объект активизируйте режим создания булевых операций шелкните по кнопке пинг оперант би и укажите вторую сферу результатом станет получение получение одного единственного булевого объекта который показано на рисунке в 8 который мы до этого рассмотрели исходные объекты вот у нас примеры гантель моделирование при помощи булевого вычитания булевые операции вычитание наиболее широко используется при моделировании чаще всего они применяются для создания закруглений закруглений или углублений на первом из исходных объектов а также в емок и сквозных отверстий в нем и потому второй объект условно можно считать своеобразной и фреской которые создают на первом объекте и выбирает какую-то его часть в качестве режущих инструментов можно быть может быть задействованы самые разные объекты в частности объекты это полученные из криволинейных а спайна путем лофтинга или вращения до на первом этапе воспользуемся булевые операции вычитания для формирования цилиндрического отверстия внутри шара создайте исходные объекты в виде шара и цилиндра потом только выравняете их друг друга в отношениях друга по осям xyz потом только применив операцию олежен надо выравнять проведите рендеринг и сразу же скорректируйте параметры объектов так чтобы они оказались достаточно гладкими особенно в области пересечения если этого не сделать то создает созданный булев объекту может быть иметь надлежащей гладкости в данный случай видно показано это на рисунке 10 который вы видите на экране что степень гладкости требуется увеличить это достигается путем повышения по плотности объектов увеличение количества сегментов и сторон сегментов уменьшение размера сегментов то же время при работе со сложными моделями для ускорения процесса моделирования в ряд случаев лучше увеличить плотность объектов задействована в качестве пирантов они перед созданием булевых операций а после в ходе редактирования оперантов на уровне объектов создание вложенных булевых объектов теоретически для одного и того же объекта можно выполнять любое число булевых операций причем каждая операция создается собственный набор оперант вложены друг друг в друга в таких случаях одним из исходных объектов объектов новой булевой операции будет является булев объект получены в ходе предыдущей булевой операции для примера возьмите ранее созданный и сохраненный булев объект создайте еще один цилиндр и разместите его так как показано у нас на рисунке выделите исходный булев объект потом только из списка компонует оптик выберите геометрии активируйте булевую операцию вычитание с абстракшны и бей и вторым оперантом укажите отдельный цилиндр в кубе появится еще одна объемка полученный булев объект можно использовать для новой булевой операции например вырезав в нем пирамиду треугольника в уемку объект вот который пример рисунок 28 объект 1 выложенной булевой операции которую у нас на рисунке показаны да вот видите зелененький редактирование булевого объекта у созданного булевого объекта можно изменить цвет объект можно перемещать масштабировать поворачивать обычным образом при необходимости в области параметров на панели мотиве можно отредактировать имена операндов установить способ отображения булевого объекта и определить особенности его обновления при редактировании работая со сложными моделями которые должен долго перерисовывается иногда лучше отказаться от автоматического режима обновления в пользу ручного режима manual вручную да тогда перерисовки модели нужно будет шелкать по кнопке update здесь же можно установить опцию hidden ops которая позволяет при посмотре результата видеть видеть свитки операнда исчезающие при выполнении булевой операции данная опция служит для информации о точном местонахождении операнды и его влиянии на булевую операцию и часто используется при создании анимации кроме того булевые объекты можно редактировать на уровне оперантов рассмотрим это на примере изучения взаимосвязи между положение операнда по отношению друг к другу и внешним видом булевого объекта создайте в качестве исходный объект два цилиндра и разместите их как на показано у нас на рисунке до выделите меньшее из объекта установите булевую операцию вычитание с абстракция 2 оперантом укажите другой цилиндр вследствие чего большой цилиндр появится отверстие данное отверстие не будет сквозным что обусловно исходно положением цилиндров полученный результат можно изменять причем для того для этого нужно даже не потребует отметить булевую операцию поскольку операнты булевого объекта определенной степени редактируемые причем независимо друг от друга их можно выделять перемещает масштабировать и поворачивать по отношению друг другу меняя таким образом сам булев объект редактирование оперантов осуществляется в режиме sub-object для перехода в который нужно будет выделенным булевым объектом раскрыть цветок буллин на панели модифии подсветить строку оперант а затем указать редактируемый оперант и произвести над ним нужные манипуляции при перемещении операнта и любой другой манипуляции над ним проекции перспектив будет сразу же отображаться обновленный булев результат сегодняшняя лекция подошла концу здесь показаны вопросы для закрепления спасибо за внимание до свидания